Здравствуйте! С новостями Венсполса вас приветствует Курзумское телевидение в студии Татьяна Саксаганская. Когда в Латвии вводилась электронная подпись, ее представляли как новую технологию, легко понятную пользователю, безопасную и которая помогает экономить расходы. Прошло время и наша съемочная группа решила выяснить, насколько популярна эта услуга и насколько легко воспользоваться электронной подписью. Электронная подпись позволяет получить информацию из земельной книги, получить решение сиротского суда, копию документов с Думой, копию свидетельств о браке и рождении. Есть ли у вас электронная подпись? Оказалось, что электронная подпись не только современный способ экономии времени, но и большая проблема. Есть несколько мест, куда можно отправиться за электронной подписью. На почту, в библиотеку или в управление по делам гражданства и миграции. Да, карту получили, но для ее использования необходим специальный считывающий аппарат. У нас такого нет. Поэтому, как удобнее всего использовать электронную подпись, мы спросили предпринимателя Гинта, который минимум 6 лет виртуально подписывает документы. У меня, как у предпринимателей, существенно сократились расходы. Кроме того, это экономия времени. Чтобы подать заявление как от частного лица, я подготавливаю документ в формате Word и не надо его распечатывать на листе А4, искать ручку, чтобы подписать и идти на почту, чтобы отослать в конкретное государственное учреждение. Традиционная электронная подпись состоит из карты и аппарата по считыванию карты или специально инсталлированной в компьютер программы. Гинт считает виртуальную подпись удобнее, так как использование карты замедляет процесс. Надо карту достать из кошелька, поместить внутрь, подождать, пока она активизируется, и когда компьютер ее распознает, можно вводить пин-код, и только тогда я могу думать о подписании документа. Большой интерес проявляется ко второму виду электронной подписи. В этом случае, наверное, надо быть настоящим компьютерным специалистом, чтобы разобраться с установкой и регистрацией этой программы. Не на каждый компьютер можно установить эту программу. Проблема возникает у компьютеров Apple и Linux операционных систем. Это зависит от операционной системы на компьютере. Мы сейчас пробовали установить в дигитальном центре эту программу на новые операционные системы. При этом проблем не возникло. Допускаю, что проблемы могут быть на старых версиях. Также проблемы могут возникнуть и с Linux. С таким препятствием столкнулась и Alma, когда решила облегчить свою жизнь при помощи электронной подписи. Я с удовольствием пользуюсь электронной подписью. Мне не надо ехать подписывать нужный документ в Ригу. Проблема была в том, что вторая сторона не могла открыть документ. И мне нужно объяснять каждому, кому я отсылаю виртуально подписанный документ, как его открыть на компьютере. По опыту могу сказать, что люди просто боятся использовать электронную подпись из-за незнания, сомнений в безопасности. Но мы, как дигитальный центр, хотим научить людей пользоваться этой услугой. Боится только тот, кто не умеет и не знает, как ею пользоваться. У нас есть аппараты для считывания карт и все необходимое техническое оснащение. И если будут вопросы, то мы можем на них ответить. Удивляет не только сложность использования электронной подписи, но и тот факт, что за каждую подпись надо платить 41 цент за один раз, либо покупать абонемент на год. Государство было цель собрать 8 миллионов электронных подписей до 2015 года. Могу сказать, что в масс-медиа эта услуга не особо популяризировалась. Использование подписи распространяется само собой между людьми, потому что это удобно. Виртуально подписанные документы принимаются государственными и муниципальными учреждениями. Ответ приходит в течение одного рабочего дня. Это удобно, потому что я знаю, что документ получен, а не так, что я отправляю его почтой, незаказным письмом, и думаю, потом получили мою декларацию или другой документ, или нет. Знают ли в инсполчане об электронной подписи, выяснила наша съемочная группа в Центре информации жителей. Я знаю, что это такое и что это необходимо, но как подписать документ, я не знаю. Мне надо этому учиться. В Центре информации жителей и люди не пользуются этой услугой, но мне известно, что в Городскую думу приходят виртуально подписанные документы, а также, наоборот, отправляются документы с электронной подписью. Чтобы запретить или разрешить использование человеческого тела и органов после смерти, или отослать запрос на получение свидетельства о рождении или данных из земельной книги. Я сам тоже не доверяю виртуально подписанным документам, связанным с большими суммами. Человек каждый сам для себя решает, какая сумма является для него предельной, которую готов он потерять. Закон о электронных документах не разрешает использовать электронную подпись при оформлении прав на недвижимое имущество, договоров о поручительстве и залоге. Помочь ввести электронную подпись обещает Венспилский дигитальный центр, где имеется все необходимое для подписания документов. С вопросами о использовании электронной подписи можно обратиться и в Венспилскую библиотеку. Виктория Притуляк, Гонда Порнец, Инц Жодзинч, Курзимское телевидение. С 1 июля в Латвии вводится автодорожная пошлина для грузовых транспортных средств. Этот закон принят саймом еще в декабре 2010 года. И тем не менее, для многих это стало сюрпризом. Были даже организованы акции протеста. При этом закон должен был вступить в силу еще 1 января этого года. Просто срок продлили на полгода. Пошлина относится к грузовым автомобилям массой свыше 3,5 тонн, которые используются для перевозки грузов. Пошлину надо будет платить и за транспорт, зарегистрированный за границей. Пошлина или евровиньетка рассчитывается исходя из полной массы автомобиля, количества осей, экологического класса двигателя и срока. Доходы от пошлины планируется направить на содержание дорог. Приобрести евровиньетку можно на сайте www.lvvignette.eu. Информация на портале доступна на трех языках – латышском, английском и русском. Также пошлину можно приобрести в Дирекции безопасности дорожного движения, на автозаправочных станциях и у таможенных брокеров. Уплату пошлины будет контролировать государственная полиция. Предполагается, что ежегодно доходы от евровиньеток составят 4 миллиона евро. В советское время в Латвии практически была уничтожена популяция ручьевой форели. Чтобы спасти ситуацию объединения нескольких рыболовных организаций, 4 года выпускали в бассейны семи рек по 250 тысяч мальков форели. 40 тысяч попали в Венту. В какие конкретно реки выпустили мальков, держится в секрете. В июле в Пилтоне пройдет семинар, посвященный рекам, в которых водится форель. В рамках проекта «Возвращение миллионов форелей в латвийские реки» были выпущены мальки и форели. Средства на разведение мальков выделила предприятие «Сконта Бувы», а организация «Мы для рыб» выпускала малышей форели в реке. Дальше рыба самостоятельно выбирала место своего обитания. 10 тысяч мальков форелей выпускали в реку. Чтобы понять, насколько результативный проект, мы начнем проводить исследования. 4 июля будет семинар в Пилтоне, в котором примут участие специалисты по рекам. Они нас научат, как присматривать и ухаживать за реками. Несколько лет подряд для организации «Мы для рыб» лета начинается с того, что члены этой организации выпускали в латвийские реки 250 тысяч мальков форели. Для успешной реализации проекта «Венсполс» и местные рыболовы объединились в общественную организацию, создав «Венсполский клуб рыболовов». Теперь около 40 тысяч форелей вводятся и в реках Венсполского края. Этот год завершающий. Всего за 4 года мы выпустили миллион форелей. Каждый год мы выпускали 250 тысяч. Самые благоприятные условия для размножения форелей в притоках рек Огры и Гауи. Река, которую для малышей форели присмотрели в Венсполском крае, оказалась неподходящей. В июне выяснилось, что эта река грязная и мутная. Пришлось подыскивать другое место. Тогда едем туда, где нормальная вода. Мальки форели выпустили в бассейнах рек Педедзес, Юглас, Лиелупы, Венты, Энгуры и Гауи. Через 4 года, когда форель подрастет и начнет производить потомство, за ней не придется ездить в Норвегию. Венсполчане уже ловят выпущенную нами рыбу. Она, правда, еще и небольшая, но все-таки растет. Конкретные места, где выпустили форель, держатся в секрете, и этому и есть объяснение. Мы выпустили, например, 50 тысяч рыб. И люди думают, что они такие большие, что их можно сразу на сковороде жарить. А они размером со спичку. Вот я сегодня привез, они весят 0,38 грамма. Дальше за процессом будут следить рыболовные общества. И, как рассказывают рыбаки, уже через 4 года форель сможет размножаться самостоятельно. Вопросы охраны и защиты форели в латвийских реках будут рассмотрены 4 июля в Пилтоне. К 750-летнему юбилею Венсполского свободного порта в свет вышла книга, спрос на которую настолько велик, что приходится заказывать дополнительные экземпляры. Подробнее о книге в сюжете Гонды Порнецы. История Венсполского свободного порта насчитывает 750 лет. События, произошедшие за этот немалый период времени, вместить в одно печатное издание было не так-то просто. С этой задачей доверили справиться Эрику Ханбергу, который сам набрал рабочую группу. Во-первых, я был рад, что Венсполс пригласил меня как автора. Во-вторых, я не представлял себе успеха без участия художника Гунара Лусиса. Эта книга, которую можно приобрести теперь по всей стране, первый сборник документальных свидетельств о жизни Венсполского порта. Эту книгу уже давно надо было написать. Приобрести ее смогут все жители Латвии. Это позволит понять прошлое и настоящее Венсполса, а также подумать о будущем. Книга получилась очень хорошая. Она интересная, хорошо проиллюстрирована. Легко читается. Надеюсь, людям понравится. Венсполский свободный порт был инициатором создания книги. Как мы знаем, впервые Венсполский порт был упомянут в документах 750 лет назад. Это солидный возраст. Работа над книгой велась год. Несколько историков работали, каждый над своим разделом. Мне интереснее был тот период, о котором меньше всего известно. О начале создания порта. Когда он формировался? 13-й это век или позже? Формировался ли он вместе с Ливонским орденом? Когда строился замок? Когда создавался Венсполс? Мы знаем, что впервые в документах порт упомяну в 1263 году. Хотя в книге содержится информация, начиная от того, как зародилось Балтийское море и заканчивая современной жизнью Венсполского порта, повествование не сухое. Я занималась изучением XIX века. Венсполс во времена Российской империи, Курзумской губернии, окрестности Венсполса писала о деятельности порта в XIX веке. Порт был тихим, провинциальным. Здесь стояли торговые немецкие парусники. Работа велась медленно. И затем в конце XIX века, начале XX, началось стремительное развитие. Вдруг провинциальный порт становится крупным транзитным портом Российской империи. Возводятся большие портовые строения, новые крупные молы. Начинается стремительный рост Венсполса. От центра город разрастается, растет количество населения. Первую точку ставит Первая мировая война. И на этом конкретный период заканчивается. Один из самых увлекательных разделов – воспоминания о реальных событиях жизни моряков, анекдотические ситуации. Для меня самым интересным периодом кажется время моей работы в Венсполском порту. С 1995 года, 1 июня, до сегодняшнего дня. Так как мы работаем в Венсполском порту, можно сказать, что и мы приложили свою руку к истории порта. Управление Венсполского свободного порта и авторы выражают благодарность всем, кто участвовал в создании книги. Автор текста – Эрик Ханберг, художник-дизайнер – Гуннер Лусес. Над исследованием истории порта работали историки Инета Дидрихсон и Томашевска, Марита Яковлева, Янис Керус, Ингрида Штрумфа и Арманд Вьюбс. Непосредственно участие принимали бывшие и нынешние работники Венсполского самоуправления и свободного порта. Был этап, который сложно было выбрать. Это советский период. Фотографий не так и много, и они некачественные. Наверное, это было не очень актуально. Да и Венсполство время не было особо симпатичным. Сплошные кучи, а вместе с портом он затем расцвел. В последние десятилетия в порту большие перемены. Реконструкция причалов, строительство подъездных путей, построено два моста, оснащены индустриальные парки. И теперь Венсполский порт выполняет не только транзитные функции. Теперь порт – это место для производства новых продуктов. Татьяна Саксаганская, Гондопорница, Инджодзенш, Курзамское телевидение. Венсполский центр культуры приглашает принять участие в традиционном шествии, которое состоится 2 августа в День города. Маршрут праздничного шествия будет проходить по проспекту Лелос от улицы Васарница до улицы Бривибас. По традиции организаторы праздника города приглашают принять участие в шествии муниципальные предприятия и службы города, представителей частного бизнеса, венсполских предприятий, учреждений, филиалов. Воспользуйтесь уникальной возможностью показать себя. Жители и гости города могут объединиться в группы вместе с друзьями и родственниками и тоже присоединиться к участникам праздничного шествия. Заявки принимаются до 21 июля в Венсполском центре культуры. Можно позвонить по телефону 636-24-796 или 26-483-182. Контактное лицо Сигита Мигуля. Венсполское самоуправление оказало поддержку общественной организации «Мир бисера». И теперь во время летних каникул школьницы совершенно бесплатно могут овладеть искусством бисероплетения. Подробности в сюжете. Бисероплетение, как и сам бисер, имеет многовековую историю. Древние египтяне первыми научились плести из бисерных нитей ожерелья. Долгое время венецианцы тщательно оберегали секреты создания стеклянного чуда. Мастера и мастерицы украшали бисером одежду и другие изящные вещицы. В Венсполсе общественная организация «Мир бисера» и ее руководитель Светлана Акимова передает всем желающим свое мастерство в создании украшений. Занятие рукоделием, оно развивает чувство прекрасного. То есть дети учатся сочетать цвета, придумывать сами какие-то себе украшения. Уже вот мамам начинают, подружкам делать все, что они хотят, все, что модно, красиво. Ну и я считаю, что это никогда в жизни им не помешает и дальше, когда они пойдут в большую жизнь. Может быть, из них станет знаменитым дизайнером. Уже при входе в помещение, где проводятся занятия, привлекают внимание разноцветные изделия, которых в мире бисера так много и каждый из них настолько индивидуален, что сформировалась уникальная экспозиция. Плоды своего творчества венсполские мастерицы в ближайшее время представят на выставке в городе Минск, куда они поедут уже в третий раз. А венсполсы всех желающих, независимо от возраста, ждут на занятия в удобное для них время. Особенная учебная программа при поддержке Венсполской городской думы составлена для юных мастериц. В летнее время они учатся каждый день с 11 до часа. Материал, все, что нужно для обучения, мы даем им сами. Изготовленные ими вещи, изделия, они забирают себе, пьют чай, общаются между собой. Это вот такая вот у нас программа. Обучение проводится небольшими группами до пяти человек, поскольку данное занятие требует индивидуального подхода к каждому ученику. Все необходимые материалы для работы будут представлены организацией «Мир бисера». С собой нужно иметь желание и, что немаловажно, терпение. «Мир бисера» откроет секреты не только бисероплетения, но и других техник плетения, украшения, шитья и вязания. У нас дети приходят заниматься. Это не только бисероплетение, на этом не надо зацикливаться. Они приходят к нам заниматься и занимаются тем, чем им нравится. Есть три мастера. Пока задействуем Таяна Мелешкина, которая занимается с ними бисероплетением. Винния Тельепеняна будет показывать технику. Это новая техника канзаши. И замечательный мастер у нас кукольник. Вот создана экспозиция тайны бабушкиного чемодана. Она будет заниматься текстильной куклой с этими детьми. Это как бы программа на лето. По окончанию лета занятия для детей не закончатся. Начинающие рукодельницы могут посещать эту гостеприимную организацию во время учебного года. И тогда результат своей работы приятно удивит, как признается руководитель организации. По окончанию нашего мероприятия, я считаю, что баба усилили это, мы сделаем выставку, как бы отчетную выставку, чтобы детям было приятно. То есть они покажут, чему они научились, покажут свои работы. За время летних каникул у школьниц есть возможность открыть для себя что-то новое. Научиться самой себе изготавливать оригинальные украшения. Записаться на занятия можно по телефону 22 82 58 87 или прийти в организацию «Мир бисера» по адресу Кулдивас 4. Виктория Притоляк, Андрей Кулыгин, Курзимское телевидение. Настроиться на одну волну в прямом и переносном смысле предложили венсполщанам поэты творческого объединения «Орбита», пригласив на «Слоу-шоу-ФМ». Синтез поэзии, видео, аудиошумов, фортепианной музыки – все это использовалось для создания особой атмосферы, вовлекая слушателей в своеобразную игру путешествия по орбите. «Слоу-шоу-ФМ» с программой под таким названием приехали венсполс представители творческого объединения «Орбита». Поэты «Орбиты» всегда удивляют необычным подходом к подаче своего творчества. В этот раз донести свое искусство они решили с помощью простых радиоприемников. Своего рода поэтическое шоу с радиоприемниками. С ним мы ездим по разным городам. Были в Белграде, Таллине, Тарту, Вильнюсе, Хельсинки, где-то еще. Сейчас сразу не вспомню. И, наконец, очень давно хотелось именно в Парвенской библиотеке, чтобы это происходило, потому что очень нравится интерьер, очень нравится дизайн помещений. Мне кажется, что он очень подходит для именно такого неспешного поэтического чтения с какими-то городскими шумами, радиоэфиром спонтанным, импровизационным. Важным условием для проведения этого шоу является и наличие рояля. Свои эмоции от стихов рижских авторов в музыкальном воплощении демонстрирует Андрей Эйгус. 50% импровизации, 50% заготовок. И каждый раз программа уникальна. Я считаю, что я интерпретирую настроение стихотворения. Ну, как вы его? Конечно. Бывает, что поэт не согласен? Бывает. И что тогда? Мы вступаем в полемику и решаем это. Ну, то есть, понимаете, ведь это же свободное чтение и свободная интерпретация. И поэции стихи тоже интерпретируют, верно? Ну, и другой бы прочитал иначе, тоже стихотворение. В принципе, все равно мы приходим к соглашению в конечном счете. И все хорошо. Видеопроекция и работающие приемники позволили создать художественное пространство, усиливающее восприятие слушателей. Мы на месте транслируем по нескольким каналам, по таким портативным радиопередатчикам, свои записи. И, кроме того, один лепейский радиолюбитель сделал для нас такой микрофон, который передает тоже в FM диапазоне, ну, на небольшое расстояние, на пару десятков метров, может быть. И мы в него читаем, и голоса поэтов звучат тоже из динамиков. Что получится в итоге, никто из создателей шоу не знает. Каждый раз финал может быть иным. В этом и есть прелесть перформанса. Всегда, как бы, конечный результат – это некое такое совпадение многих факторов. Что за люди придут слушать, как это все будет звучать в зале, как мы себя в этом будем чувствовать. И здесь всегда есть какая-то интересная химия, поэтому никогда не знаешь, как вот в этот раз будет. И, собственно, ни один раз не похож на предыдущий. Все происходящее на сцене – своего рода игра. Правила каждый придумывает сам. Надо только настроиться на одну волну. Настроиться на волну, немножко отключиться от того, что там вот за окном, да, и от всего медийного и какого-то бытового шума, который вокруг нас. И попробовать, как бы, настроиться на волну этого поэтического шоу. Потому что, на самом деле, мне кажется, это действительно не просто. Просто зайти с улицы и начать слушать какой-то поэтический текст. Да, потому что это, ну, тут какой-то контраст каких-то пространств. Да, вот ты вот оттуда заходишь сюда, а все эти шумы, какие-то потрескивания эфирные, какие-то кусочки музыки – они это все просто позволяют, в конце концов, услышать текст. Проходит день, наступает следующий, и они снова смотрят боевики по телеку величиной с неба. Мы все просто сначала пишем эти тексты, а потом для нас становится вопросом, как их представить публике. То есть их можно, конечно, напечатать просто в книге, что мы тоже делаем. У нас довольно много выходит и просто поэтических сборников, но есть и разные другие возможности. Нам интересно с ними поиграться, попробовать и в такой форме, и с видео, как какие-то видеоклипы поэтические, как аудиозаписи. Форм очень много. Творческому объединению «Орбиты» уже 15 лет. Для совместного существования тонких поэтических натур это немалый срок. Все опирается на простую человеческую дружбу. И такой, как бы сказать, плюралистичности эстетической. Мы никогда не объявляем никаких манифестов, что вот мы пишем именно такие стихи, а все остальное не поэзия, потому что эстетики у всех разные. Но оцениваете друг друга? Нет, нет, никогда, никогда. Может быть поэтому. Группа так долго и существует. Объединение «Орбита» помогает авторам издавать свои книги. Причем в свет выходят сборники не только на русском, но и на латышском языке. «Орбита» позиционирует себя, как объединение латвийских поэтов. Как-то никогда не закрывались для латышского читателя. С самого начала нашей деятельности мы издавали книги на двух языках. Если выступали, и сегодня тоже будем выступать с титрами, с переводом на латышский. Может быть мы были как-то доступнее. Всегда для латышского читателя. И выступая за границей мы всегда говорим, не то что мы русские поэты, а мы из Латвии. Мы из Латвии. В «Венсполс» поэты «Орбиты» приехали не впервые. И каждый раз форма подачи их творчества удивляет своей оригинальностью и доходчивостью. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. Предприятие «Венсполсилтум» сообщает, что с 6 часов утра 1 июля до 6 часов утра 3 июля в связи с проведением запланированных ремонтных работ в котельной на улице Брифибас временно будет прекращена подача горячей воды всем клиентам левобережной части города. В эти дни будут проводиться работы по установке конденсатора дымовых газов, для чего будет проведен монтаж дымоходов и подключение к системе теплоснабжения. Руководство предприятия «Венсполсилтумс» предупреждает, что при выполнении работ возможно увеличение уровня шума. Специалисты организовали работу так, чтобы по возможности сократить время прекращения подачи горячей воды клиентам предприятия. Руководство «Венсполсилтумса» приносит свои извинения за доставленные неудобства. После установки и запуска конденсатора дымовых газов сократятся расходы на производство тепловой энергии, и воздух в городе станет чище. Два дня подряд на стадионе Олимпийского центра «Венсполс» проходил чемпионат Латвии по легкой атлетике группы А. В нем приняли участие юные спортсмены 1997 и 1998 года рождения. Состязались спортсмены в разных дисциплинах. Метание копья, толкание ядра, бег с барьерами, эстафеты, прыжки в длину и высоту. Всего было вручено 40 комплектов медалей. В соревнованиях приняли участие молодые воспитанники спортшколы «Спарс». Три представителя «Спарс» получили бронзу. Артис Рейнхолд завоевал третье место в беге с барьерами. Феликс Румнек удостоился третьего места в копьеметании. Бродзовым призером стал и Аксель Сбрункевич, выступивший в дисциплине «Тройной прыжок». Все три спортсмена тренируются у Юрия Сапетровича и Андриса Кронборга. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Предприятие «Скатвис» предлагает венсполчанам подключить цифровое телевидение, чтобы смотреть в отличном качестве десятки информационных, развлекательных, спортивных, научно-популярных, музыкальных и детских каналов на латышском, русском, английском, немецком, французском и украинском языках. Современному городу. Современное телевидение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА